Пьер Агюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в городе Лимош, Франция. Художник был шестым ребенком из семерых детей портного Леонарда и его жены, Шве и Маргариты. Несмотря на то, что семейство едва сводило концы с концами, родителям хватало времени и любви на то, чтобы одаривать вниманием и нежностью каждого из своих отпрысков. В детстве Пьер был нервным и впечатлительным мальчиком, но Леонард и Маргарита сочувственно относились к его чудачествам. Отец прощал сыну, когда тот утаскивал у него карандаши и портновские мелки, а мать, когда он рисовал на стенах дома. В 1844 году Ренуары переехали в Париж. Здесь Агюст поступил в церковный хор при соборе Сент-Эстаж. Регент хора Шарль Гуно, услышав пение Агюста, на протяжении пары недель пытался убедить родителей отдать ребенка учиться музыке. Однако иллюзорному миру звуков Пьер предпочел живопись. Леонард отдал наследника на фабрику Леви Бразерс, занимавшуюся изготовлением продукции из фарфора, когда тому исполнилось 13 лет. Там мальчик научился рисовать, украшая тарелки, горшки и вазы изображениями, выходившими из-под его кисти. Когда в 1858 году компания обанкротилась, юный Ренуар, находясь в поисках других источников дохода, раскрашивал стены кафе, жалюзи и навесы. Он копировал работы художников эпохи Рококо, Антуана Вато, Жана Анаре Фрагонар и Франсуа Буша. По мнению биографов, этот опыт повлиял на последующее творчество живописца. Именно произведения мастеров XVIII века пробудили в авторе картины «Роза любовь к ярким цветам и неброским линиям». Вскоре Агюст осознал, что его амбициям тесно в рамках подражательной работы. В 1862 году он поступил в Школу изящных искусств. Его наставником стал швейцарский художник Марк Габриэль Шарль Глюэр, придерживавшийся при создании картин академической традиции рисования. Согласно этой традиции, произведения пишутся исключительно на мифологические мотивы, а в изобразительной палитре преобладают только темные цвета. Такие холсты жюри салона принимала на ежегодную официальную выставку, которая давала возможность начинающим живописцам заявить о себе. Во время обучения Ренуара в мире искусства Франции назревал переворот. Представители Барбизонской школы живописи все чаще изображали на своих полотнах явления повседневной жизни с использованием игры света и тени. Также именитый реалист Гостав Курбе во всеуслышание заявил, что задача живописца заключается в отображении реальности, а не идеализированных сцен в академическом стиле. Ренуар, как и его приятели-сокурсники Клод Манэ и Альфред Сеслей, знал о витавших в воздухе революционных настроениях. Однажды товарищи, чтобы обозначить свою позицию, во время занятий вышли без разрешения Глейра на улицу и стали рисовать под открытым небом все то, что их окружало. В первую очередь начинающие художники пришли в лес Фонтенблоу. Это место на протяжении 20 лет воодушевляло импрессионистов на написание шедевров. Там Ренуар познакомился с Курбе, чье влияние видно в картине 1866 года «Харчевня матушки Антони». Холст, изображавший неидеализированную, повседневную сцену жизни, стал символом отказа Агюста от академической традиции рисования. Творческая зрелость импрессионистов пришлась приблизительно на одно и то же время – начало 1870-х. Это было лучшее десятилетие в их искусстве. Наиболее плодотворным эти годы оказались и в художественной судьбе Ренуара. Поражает не только количество, но и удивительное жанровое разнообразие его работ. Здесь и пейзажи и натюрморты, и обнаженная натура, и портреты, и бытовые сцены. Трудно выделить какую-то одну из них. Для мастера все они звенья одной цепи, олицетворения живого, трепетного потока жизни. Его кисть, нисколько не погрешив против правды, с удивительной легкостью превращала ничем не примечательную горничную в рожденную богиню красоты Афродиту. Это качество проявляется в творчестве Ренуара с первых его шагов в искусстве, о чем свидетельствует картина «Лягушатник», второе название – «Купание на сене». В 1880-е годы работы Ренуара пользовались особым спросом. Художник писал картины для финансистов и состоятельных владельцев магазинов. Его холсты выставлялись в Лондоне, Брюсселе, а также на седьмой всемирной выставке в Париже. В последние годы в работах французского импрессиониста варьировались прежние образы, купальщицы, адолиски, аллегорические фигуры и портреты детей. Для художника эти образы были символичным обозначением молодости, красоты и здоровья. Южное солнце Прованса, притягательность женского тела, милое лицо ребенка, в них для художника воплотилась радость бытия, то, чему он посвятил свое искусство. Живописец любил женщин, и они отвечали ему взаимностью. Если перечислять всех его возлюбленных, дав самую краткую справку о биографии, каждый список составил бы увесистый том. Натурщицы, работавшие с художником, заявляли, что он никогда не женится. Знаменитая муза-портретиста, актриса Жанна Самари, говорила, что Пьер через прикосновение кисти к холсту сочетается узами брака с женщинами, которых пишет. Снискав славу как талантливый импрессионист, Ренуар в середине 1890-х годов вступил в новый этап своей личной жизни. Давняя любовница художника Лиза Трея вышла замуж и покинула его. Пьер стал постепенно терять интерес к импрессионизму, возвращаясь в своих произведениях к классике. Именно в этот период он повстречал юную белошвейку Алину Шарига, которая впоследствии стала его супругой. Художник познакомился с будущей женой в расположенной напротив его дома молочной мадам Камиль. Несмотря на разницу в возрасте влюбленных, Шарига была младше мужа на 20 лет, их взаимную тягу друг к другу невозможно было не заметить. Хорошо сложенная барышня, по словам Ренуара, была очень уютная. Алина, знавшая толк и в хорошей кухне, и в добром вине, стала чудесной женой для художника, хотя они вступили в официальный брак только через пять лет после рождения первого сына Жана. Супруга сумела облегчить жизнь творца, ограждая его от всего, что могло бы помешать работе. Шарига быстро снискала всеобщее уважение. Даже Жена-ненавистник Дега, увидев ее однажды на выставке, сказал, что она похожа на королеву, посетившую бродячих акробатов. Известно, что, будучи женатым на Шарига, Ренуар часто вступал в интимную близость со своими натурщицами. Правда, все эти плоские интрижки и романтические влюбленности никак не угрожали положению мадам Ренуар, ведь она была матерью детей художника, в браке родились сыновья Пьер, Клод и Жан, хозяйкой в его доме и той, кто ни на шаг не отходил от него, когда он болел. В 1897 году из-за осложнений после перелома руки здоровье Пьера резко ухудшилось. Художник страдал от ревматизма, но, даже будучи прикованным к инвалидному креслу, продолжал создавать новые шедевры. Лидер течения фавистов Анри Матис, регулярно навещавший парализованного Ренуара в его студии, однажды, не удержавшись, спросил о целесообразности такого упорного труда, сопровождавшегося постоянной болью. Тогда Агюст, ни секунды не колеблясь, ответил товарищу, что боль, которую он испытывает, пройдет, а красота, созданная им, останется. Первая мировая война нарушила привычный ход жизни импрессиониста. От переживаний за сыновей, ушедших на фронт, скоропостижно скончалась его супруга Алина. Став вдовцом, терзаемый болезнями и голодом, Агюст в силу своего характера не отказался от искусства, не омраченного тяжестью окружающей действительности. Когда реальность уже не давала пищи для творчества, он черпал вдохновение в натурщицах и в саду, разрушимся на склоне горы Калет. Пьер Агюст Ренуар умер 3 декабря 1919 года в городе Кань-Сюр-Мер, Франция, успев закончить свою последнюю работу на тюрморт с анимонами. Причиной смерти стала пневмония. 78-летний художник до последнего вздоха остался неисправимым почитателем солнечного света и человеческого счастья. За несколько месяцев до кончины больного старика доставили на инвалидной коляске в Лувр, где находилось одно из его полотен. Сейчас произведения Ренуара украшают галереи Европы. В Эрмитаже представлены картины девушка с веером, в саду и другие полотна.